Существует метафизическая невозможность. Ну скажем, в строгом смысле мы в таких случаях обычно добавляем некоторые такие странные слова. В латиняне употребляли слово «ква», скажем, «как таковой», скажем, «жизнь как таковая», «любовь как таковая», «мысль как таковая», «человек как таковой» и так далее, и так далее. И этот оттенок «как таковой» трудно уловить у человека, ну конечно, возможно, потому что мы перед собой видим человека. Что же такое человек «как таковой», если не тот человек, которого мы перед собой видим? Ну, когда хотели высказать какую-то трудно уловимую мысль, добавляли «как таковой» или «субстанция как таковая» и так далее, и так далее. Но поскольку я обещал не употреблять никаких специальных философских терминов, вроде «субстанция» и прочее, 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 то я все это опускаю, а хочу только вот хотя бы о невозможностях сказать. Или о слове «как таковая» или о слове «как таковая». Ну вот, я хочу сказать так. Вот подумайте о следующем. Я скажу так, что в каком-то смысле человеческая жизнь «как таковая» относится к числу невозможных вещей. Когда такое говорится, не отрицается, что она есть. Она есть. Но удивительно, потому что она невозможна. Непонятно, каким образом она есть, когда она есть. Потому что ее не должно было бы быть. Не может быть, что она есть. Но вы представьте себе, сколько разных вещей должно сойтись вместе, чтобы мы были живы теми частями нашей души, которые жаждут жизни. Скольким частям нашей души должно повезти, чтобы эти части нашей души встретились бы случайно каждый раз. Именно с тем, что им нужно в данный момент и в данном месте. Это же невозможно. Ведь вы подумаете, что чаще всего, не имея силы и времени и места на то, чтобы прожить какое-то никому зла, не приносящее чувство, осуществить никому зла, не приносящее желание, но неуместное, мы это желание в себе убиваем. Так ведь? Не реализуем его. Значит, что? Мы не живем. Значит, в строком смысле слова жизнь невозможна. Вот что означает слово. В строком смысле слова жизнь как таковая невозможная вещь. И если она случается, это чудо. Большое чудо. Вот отсюда и начинается мысль или философия. То есть мысль рождается из удивления такого рода вещам. Вот что называется мысль. Мысль не называется исчисление. Вот, например, я написал на доске 2 и написал еще 2 и подумал 2 плюс 2, 4. Это не мысль. Мысль называется вот то, что я перед этим рассказал. Такого рода невозможным относится любовь. Любовь. Ну, кто может привести пример вполне бескорыстной любви? Любовью мы называем любовь. Любовь вполне безоглядную, бескорыстную и так далее. Если это любовь человеческая, к ней примешаны всегда какие-то другие мотивы. К такому же ряду явлений, скажем, жизнь, я сказал, в строгом смысле невозможна, хотя случается. И так далее. К такого же рода явлений относится и сама мысль. Чистая мысль, она относится к такого же рода явлений. Вот я только что сказал, что мысль вырастает из удивления. Вот удивиться, например, невозможной жизни, что она все-таки есть. И думать об этом. Есть мысль. И в этой мысли отсутствуешь ты. То есть, эта мысль какая? В этой мысли есть такое твое состояние, посредством которого ты не прославляешь себя, не украшаешь себя, не компенсируешь себе какие-нибудь недостатки, не прилепливаешь себе павлиного хвоста или павлиного пера. не изживаешь какое-нибудь другое чувство, не наказываешь кого-нибудь другого посредством мысли, не соперничаешь с кем-нибудь посредством мысли и так далее. Приверните, посмотрите, сколько мыслей в истории мыслей таких, где вы отчетливо увидите, что это были не мысли, а способы, посредством которых те или иные люди, конкретные люди, изживали какие-то в них существовавшие совершенно независимо и до мыслей возникшие состояния души. Просто через мысль канализировалось какой-то заранее заданный комплекс, переживание, зависть, гнев, претензия к миру, желание самоутверждения, желание дополнить себя чем-то, компенсироваться. Если есть мысль, то она может быть только чистой мысли, чистой мыслью, а чистая мысль в человеческих руках, ну, невозможная вещь. Найдите мне пример чистой мысли, то есть, которая не была такой, как я ее только что описывал. Я могу вам десятки примеров привести из истории мысли, в которых явно, ясно читается, ясно читается, что человек мыслил не по содержанию мысли, а по внешнему содержанию, по внешнему, по какому-то механизму, внешнему этому содержанию. Есть одно прекрасное письмо Платона, одно из семи знаменитых писем Платона, которые периодически то считались неаутентичными письмами, фальшивками, то потом утверждались, как действительно Платоном написанными. В конце концов, преобладает точка зрения, что эти письма написаны, большинство этих писем действительно написаны Платоном, и во всяком случае, то, которое я цитирую, это седьмое письмо, оно действительно доказано, что оно принадлежит Платону. Оно написано Дионисию, Тирану Сиракуз, и там есть потрясающие слова, очень знаменательные слова. И в этих словах есть два пункта. Один, о котором я уже говорил, а один, о котором я скажу. Там письмо Платона посвящено тому, что Дионисий распространил какие-то, ну, кроме прочих пунктов, ну, вы знаете, что Дионисий был один из людей, покровительства которого Платон ожидал в надежде на помощь в построении идеального государства. Эти взаимоотношения Тирана и Платона были довольно сложные, менялись от любви до ненависти, такой, что этот Тиран даже продавал, пытался продать Платону рабство. И вот эпизод, это письмо относится к тому эпизоду, что до Платона дошлись слухи, что этот Тиран распространил какие-то политические трактаты, которые излагал идеи о государстве. И в этих трактатах ссылался на то, что эти идеи о государстве якобы являются развитием идеи Платона о государстве. И Платон вдруг пишет такие слова, что, ну, из того, как вы пишете, или в том, как вы пишете, ясно видно, что это пишет человек, который хочет показать себя как мыслителя и писателя, приобрести славу. Вспомните, что я говорил перед этим. Показать себя, приобрести славу, а не вспомнить. Потрясающее слово сочетание. Никто из вас, и никакой читатель, не ожидал бы, что в этой строке выскочит вот это вот последнее слово. Повторяю, я его не употреблял, когда перечислял вам эти разные внешние мышления, механизмы, которые заменяют мысль. Вы украшаете себя. Мысль вам служит украшением. Вы пользуетесь мыслью для того, чтобы прославить себя, если вы не мыслите. И вдруг Платон расшифровывает, что значит не мыслить. Не мыслить означает не вспоминать. То есть мыслить означает мыслить, чтобы вспомнить. То есть мыслить – это совершать какой-то акт, чтобы вспомнить. Ну, пока оставим это, это непонятно, но пометим это парадоксальное, вот это вот столкновение неожиданных терминов, парадоксальное выскакивание слова вспомнить в неожиданном, но интересном контексте. А дальше второй пункт, который я вам обещал, Платон говорит очень интересную вещь. Да и потом говорит, не может быть у этого человека, который мыслит для того, чтобы украсить себя мыслью и прославиться, а не для того, чтобы вспомнить, не может быть у этого человека ссылок на какие-то якобы писания Платона. По одной простой причине. Потому что о том, что есть идеальное государство и о том, о чем мыслит Платон, в принципе, не может быть ничего написанного. Повторяю, о том, о чем в действительности мыслит Платон, а идеальное государство это предмет действительного мышления, не может быть ничего написанного. написанного. И поэтому ссылаться на написанное об идеальном государстве нельзя, поскольку о нем, об идеальном государстве, об этом предмете не может быть ничего написанного. Потом хочется сказать, что о предмете действительной мысли вообще ничего написать нельзя. Выразить письмо мысль нельзя. Мысль невыразима. Вот мы снова пришли к невозможности мысли. То есть снова зачислили мысль в ряд метафизических невозможностей. Ну, странно нам, конечно, иметь дело с невозможностями. С невозможностями вообще не надо иметь дело. если мы знаем, что что-то невозможно, это нужно просто бросать. Ну, во-первых, с невозможностями нужно иметь дело хотя бы потому, что по дороге к невозможному только и можно что-то иметь. Если вы помните, у Ницше есть идеал сверхчеловека, который означает простую вещь, что только стремясь быть сверхчеловеком, мы становимся хотя бы людьми. сверхчеловеками мы не станем. Такого нет. Но стремясь быть сверхчеловеками, мы станем хотя бы людьми. так вот хотя бы поэтому имеет смысл кружиться вокруг того, что мы знаем в качестве невозможного. Это относится и к невозможной любви. Ну, скажем, Данте прекрасно знал невозможность человеческой любви и реализовал высшую степень человеческой любви, правда, заменил, заменил, заменив даму Пеатриче дамой философии. Тоже это самое сделал Петрарко. И когда ему один из пап предлагал помочь ему в женизме на его возлюбленной, он разумно отказался. Он понимал, что неизвестно, что кого сожжет. и предпочел стихи. Не в том смысле, что он любил стихи, как я скажу, вот понимаете, человеческий язык нас подводит, у нас есть те слова, которые есть, я вот в прошлый раз вам говорил, что в каждый данный момент есть все слова, и только те слова, какие есть, и поэтому мысли выражать невозможно. Вот, например, кто-то, один из философов говорил, что все дело было в том, что Петр Арклов любил стихи. Это Кант сказал, кстати. Кант говорил в определенном контексте, и он понимал, что он говорил. А не понимая контекста, понимая только слова, что мы понимаем? Он любил кропать стихи. Вот так и понимаем сейчас, большинство из нас так понимают. Любить стихи, любить писать стихи, но здесь не об этом идет речь. А вот как объяснить, о чем идет речь? Как объяснить тот вид целомудрия, который боится разрушить то, что есть и то, что может существовать только в поэтическом виде, разрушить соприкосновением со случайностями потока жизни. И вовсе не похоже на то, что человек любит выединяться в кабинет, закрываться от жизни и писать, любит бумагу и на бумаге любит писать стихи. Совсем другое. Петрарко не писарь, который любит писать, строчку выводить на бумаге, вместо того, жить. его стихии есть реальная жизнь и реальная любовь. Она более реальна, чем та другая любовь. Это примерно похоже на то, что на более иные, казалось бы, случаи. Скажем, в Евангелии описываемые случаи вам пример покажется произвольным, но он похож на то, что по традиции называют опасными состояниями или опасными мыслями. Скажем, у святого Павла есть такое выражение «Не боишься ли ты, что твоя мысль или ты сам будешь опасен для соседа?» Ну, представьте себе, я спрашиваю вас, тем более в аудитории большинства женщин присутствуют, можно ли спросить меня за прозаизм спать с огнем? Нельзя. И не потому, что огонь девственник. И огонь может знать это и избегать женщин. Кстати, одна из причин, почему Христос избегал женщин, была эта, а вовсе никакая другая. Так что, то, что я сказал, относится и к мысли. То есть, я начал с характеристик невозможной мысли и чем я завершил, это есть одна из характеристик невозможной 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 мысль. И поэтому мудрецы раньше говорили так, что эта мысль этот человек, то есть, этот человек может держать эту мысль. Другой нет. и следствие из этого, что она может быть опасна для другого человека и может быть ему и передавать ее нельзя. Для мысли, следовательно, она настолько невозможна, что для нее нужен даже особый носитель мысль, который может ее держать. Не случайно символом самой мысли является Прометей. Огонь, который, слава Богу, прикован. Его приковали боги. С тех пор люди довольно успешно стали заниматься приковыванием таких опасных носителей к скалам или к крестам. Взяли на себя, так сказать, ниссию богов. Ну, да и философы осознавали всегда в себе эту опасность. То есть осознавали себя как носитель опасной мысли в этом смысле слова. Философ или мыслитель, это одно и то же. Есть в этом смысле граничное существо. То есть представитель вот того, чего выразить нельзя, написать нельзя. и мы его чаще всего встречаем на границе. Поэтому у нас всегда есть выбор или не впустить его в нашу страну или арестовать как шпиона. К тому же он действительно шпион. Потому что то невыразимое носителем всего он является, для него есть то, что он называет неизвестной родиной. как выражался Пруст единственная родина художника. Неизвестная родина единственная родина художника. Со всеми вытекающими отсюда обязательствами. То есть у него обязательства только перед неизвестной родиной. вот написать ничего нельзя. Об этом не может быть ничего написанного. Потом дальше я возвращаюсь к тому о чем я говорил. Потом дальше интересно говорил, что вот то, что можно выразить то, что можно выразить это может на какое-то мгновение мелькнуть несомое атмосферной волной беседы в диалоге, в разговоре. В диалоге не обязательно двух. Повторяю, как-то возникнуть как искорька в воздухе между разговаривающими людьми на какую-то секунду. То есть без преднамерения у того, кто говорит. Он сам до того, как это возникло, не знал, что это, что он это скажет. Обычно мы ведь речь рассматриваем как преднамеренное построение для уже существующей готовой мысли. Мы как бы одеваем одежду на существующее тело. А тут как бы ситуация беседы и какая-то взаимная индукция людей рождает вот выражение только вот здесь может что-то быть. Так считал Платов. Ну это конечно мнение. То есть с этим можно соглашаться или не соглашаться. Тем более, что здесь случился такой исторический анекдот, казус. Вы знаете, что я сейчас немножко расслаблю вас и самого себя. Уже мне дыхания не хватает и рот пересох. Случился исторический казус. Вы знаете, что Платон автор прекрасных по форме художественной форме диалогов, а Аристотель автор сухих ученых сочинений. Платон, как я вам рассказал, не любил писать, любил беседы, а Аристотель любил писать. В кругах около Платоновских кругах он даже заслужил прозвище читатель. Читатель, писатель. Владимир Чукчев он был и читатель, и писатель. А с ними случилась интересная история, что от Платона, который любил беседы, не сохранилось никаких записей беседы. Сохранились только написанные сочнения, которые он не любил. Писатель не любил. А сохранились именно написанные. А от Аристотеля, кроме каких-то пустяков, весь аристотельский корпус, это все, что им не написано. Это все ученические застенографированные записи его уроков. Вот такой вот казус случился с ними. Ладно, теперь надеюсь, мы разблюглись, вернемся к делу. Так вот, я хотел сказать всем этим длинным таким пассажем, что мне, конечно, вдвойне стыдно, что я должен о невозможном говорить. слух. Предполагаю, что вы на слух будете это воспринимать. и пока, во всяком случае, мы, и я хотел привести, и прошлый раз я приводил, пока мы лишены здесь, я хочу сделать это предупреждение, лишены здесь каких-либо компенсаций, каких-либо видимых промежуточных успехов. Ну, я начну это немножко иначе выразить, чем в прошлый раз, начну с личного признания такого. Может быть, она поможет вам, это я не из какого-либо бежонства, лесенобизма это делаю, просто из законов общения. мне, в общем-то, в этом смысле, для меня не имеет значения, что вы обо мне подумаете. Я человек, лишенный каких-либо способностей. В каком смысле слова? Я в жизни никогда не написал ни одного стихотворения, то есть ни одной стихотворной строки. У меня нет слуха музыкального. Я не могу воспроизвести ничего. То есть я никогда не пел, не рисовал, не писал стихи. То есть из меня ничего не прет. То есть никакие, ну, у меня нет никаких одаренностей, которые сами собой в любом человеке фонтанируют и тем самым занимают у него силы и время. то есть есть и поэтому мне всегда, как сказать, никогда не было куда деться. некуда было укрыться. Ну, когда кто-то запоет, кто-то начнет рисовать, кто-то начнет на пианино играть. А мне куда деться? Некуда. если плохо, так плохо. Если неудача, так неудача. И это немножко похоже на мысль. У мысли нету никаких промежуточных компенсаций и успехов. Там или пан, или пропал. Или ты до конца сумел продумать, что ли? Или ничего вообще нет? Например, если тебе пришло в голову какое-то соображение, но у тебя есть при этом стихотворный талант. Ну, какое-то состояние, ты что-то заметил, что-то почувствовал. Если я поперла стихия стиха, и ты написал стихотворение, ты, может быть, до конца и не понял того, что тебя двигало, а в стихе оказалась и хорошая метафора, и хорошая алитерация, и пару хороших прифы. И Бог тебя просил. А мысли нет этого. Поэтому, когда я встретил упросто рассуждение о том, что труд поэта или артиста, но артиста в французском языке шире, чем слово артист или художник в русском языке, артисты включают в себе и поэта, и литератора, и так далее, и так далее, и так далее, что этот труд, самый высший интеллектуальный труд, я, кстати, внутренне с ним не согласился. И вот это несогласие я сейчас и выражаю перед вами. И потом я встретил подтверждение своего несогласия у русского поэта Боротынского. Вот я хочу довольно хорошо высказано, потому что одно слово сочетание мне здесь понравилось. Хотя Боротынский приписывает то, что я сейчас вам прочитаю, приписывает это литератору, в отличие от скульптора, музыканта и художника. То есть он на точке зрения прусса стоит. Ну, снимем это, потому что там есть одно слово сочетание, которое нам подходит. Резец, орган, кисть, счастлив, кто влеком к ним чувственным, за грань их не ступая. Скажем, можно не ступать за грань. А литерации, красивой формы гранита, звука, сам звук, чувственный звук органа уже может быть великим достижением. к ним чувственным, за грань их не ступая. Есть хмель ему на празднике мирском, но пред тобой, как пред ногим мечом, мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная. и хмеля нету, нечему обрадоваться. Вот в таком положении оказывается чаще всего мыслитель. То есть, это отсутствие того, что я называю промежуточных компенсаций. как-то где-то в 1918 году короткий период совместного труда, встречаясь в Лондоне, по-моему, Рассел и Вингенштейн. Кто из них обронил эту фразу, я не помню, оба, по-моему, во всяком случае, или обронил эту фразу Рассел, а потом Вингенштейн повторял, или наоборот. Кто-то из них в сердцах сказал, что логика из логика это ад. Так вот, я могу вам подтвердить, философия или мысль это ад. Декарт в свое время считал, что мышление в том смысле, в каком я начинаю вам говорить, мышление есть нечто, чем можно заниматься, ну, четыре часа в месяц. Остальное время делом можно заниматься, как говорят грузины. четыре часа в месяц можно, больше это не в человеческих возможностях. Платон это же слово сочетание в нескольком другом виде употреблял, он говорил, что то, о чем я говорю, вот эта вот искорка, которая прометод, она прометод на пределе человеческой возможного. На пределе человеческой возможного. И вот сейчас часть лекции я хочу, наверное, на этом и завершить. Вот все, что я говорил о невозможностях и так далее, и так далее, существенным образом связано вот с этим словом. Все, что, все, с чем мы имеем дело, это вот то, что происходит на пределе человечески возможного. На пределе того, что доступно человеку, или так, что доступно человеку на пределе напряжения всех его сил. Вот так и скажешь. давайте сделаем перерыв. Чтобы еще пояснить, о чем у нас будет речь, я хочу сказать, что в основном у нас речь будет идти о мыслительной жизни, то есть о мышлении жизни, о том, как мы находим место в мире и в жизни посредством мышления. во-первых, и во-вторых, о том, что, о том, как случается само мышление, как жизненное событие. разумеется, из того, что я говорил, когда говорил о том, что мышление относится к ряду так называемых метафизических невозможностей, ясно, что мышление является не само собой разумеющимся событием, то есть мышление, то, что оно есть и может случаться, не само собой разумеется. Оно должно, может случиться, а может не случиться. Есть какие-то условия, чтобы событие мышления случилось. И в этом смысле событие мышления похоже на событие жизни. И так же, как событие жизни почти что невозможное, вот так же и событие мышления почти что невозможное. Но бывают. и удивительные. Само сама эта удивительность тоже вызывает мышление. Мы начинаем мыслить, когда этому удивляемся. Как это может быть? Повторяю, вы знаете, что удивление лежит в основе философии. первые философы были те, которые удивились. Удивились, конечно, не в психологическом смысле слова, как мы обычно понимаем. Опять, у нас есть только те слова, которые есть, в том числе одно и то же слово удивление, но оно означает совершенно разные вещи. это удивление. Удивление, что что-то есть, хотя могло и могло не быть и должно было бы не быть, а есть. То есть все в мире построено так, чтобы не было бы в мире добра, чтобы не было в мире красоты, чтобы не было в мире чести, чтобы не было в мире справедливости и так далее. И тем не менее, иногда есть справедливость, иногда есть честь, иногда есть добро, иногда есть красота. Вы поймите, простую вещь, и вы очень легко это поймете. Если осуществить простой акт самонаблюдения, ведь я в этом абсолютно уверен, что каждый из вас испытал в юношестве одно всеобщее, все испытывали это чувство, которое состоит удивительное чувство, оно состоит, оно тоже есть, удивление, оно состоит в следующем поразительном наблюдении хрупкости сознания у юноши, хрупкости и необъяснимой обреченности всего благородного и великого и прекрасного. это ощущение посещает всех молодых. У всякого молодого человека есть это необъяснимое и часто убийственное чувство, убийственное сознание, необъяснимой хрупкости и как бы абсолютной обреченности обреченности на гибель, обреченности на гибель всего прекрасного, всего благородного, всего высокого. Вот все это обязательно гибнет. А всякий, как сказали мы немцы, дрэк живет и процветает. Тот обречен на процветание, а это на минуту промелькнет и рассеивается. Как бы и ни было. Миг. И конечно, когда говорят остановить мгновение, ты прекрасна, это вовсе не гидонистическое выражение, сенсуалистическое выражение, как часто понимают. Поглаживая живот, остановить мгновение, ты прекрасна. Нет, за этим стоит совсем другое сознание. Сознание действительно вот этой странной какой-то непонятной обреченности всего высокого и прекрасного. Оно как бы не держится ни на чем. Не на чем ему держаться. И собственно говоря, если бы это было бы не так, то не было бы никакой мысли. То есть только у существ и только в таком мире, где хрупко и как бы неминуемо обречено все высокое и благородное, есть и возможно мысль. Потому что такие существа можно назвать историческими существами, а исторические существа это исторические существа, которые находятся на некоторой точке, точке, которые находятся на какой-то бешено закрученной кривой, окруженной хаосом, иррациональным и кибелью. И это мысли, и мысли есть вопрос о том, на каких условиях и как такая точка может удерживаться на этой кривой. И почему вообще такая кривая существует? Почему вообще я переверну вопрос так, зачем вообще нужно трудиться? Я так поставлю вопрос. Почему не все прямо? Это странно казалось вопросом, но я сказал, что философия начинается с удивления, а удивление о простых вещах. Вот вы когда-нибудь удивлялись тому, что почему не все прямо? Например, я добр, хочу добра, а почему собственно говоря его нет? Потому что я его хочу. Я чувствую, ощущаю, вижу справедливость. Почему собственно ее нет? Я желаю вам хорошего. Почему собственно говоря еще нужно потрудиться для того, чтобы это хорошее случилось и почему нужно то, что я на прошлом лекции говорил искусство для этого, то есть искусственный труд. Почему? Почему история показывает, что хорошее намерение оборачивается злом? Почему не все прямо? почему еще трудится? Почему мир создан таким образом? Можно так выразиться? Это удивительно. Разве недостаточно иметь эмпирически иметь состав прекрасных чувств, прекрасную душу, потому что прекрасно душем называются. Разве недостаточно? Это уже много, потому что не у всех прекрасной души. Допустим, отберем всех прекрасно душных вместе. Уже хорошо. Оказывается, если их отобрать вместе, получится такая банка скорпионов, что не дай Бог. Факты показывают. Почему? Странно. Интересный вопрос. Почему нужен труд? Причем искусный труд? Почему как в прошлый раз я вам говорил, что честь есть искусство? Ведь как люди, интересующиеся искусством, искусствоведями и так далее, и так далее, и так далее, вы прекрасно знаете, что можно писать роман с самыми лучшими намерениями, назидательный роман, и он будет сеять злой порог в силу того, что он плохо написан. Странное выражение. Парадоксально. Какое отношение к хорошее или плохое написание может иметь добро и зло? имеет самое прямое отношение. Пока для нас это странно. И, конечно, вы понимаете, вы уже косвенно догадываетесь, что хорошее или плохое написание труд, искусство, искусность или искусственный труд, все это, конечно, какими-то нитками связано с тем, что я называю мыслью. Значит, я, наверное, снова возвращаю вас к нашему исходному ощущению, к этому нашему недоумению, почему, собственно говоря, все не ладится, почему обречено, почему мы чувствуем, что все прекрасное, так хрупко и как бы заранее обречено. Гибнет. Обречено на гибель. И так проходят столетия. Конечно, беру отсюда вы можете понять одно, что то, что я называю мыслью, мыслью, пока еще далеко не расшифрованное нечто, связано с тем, что я параллельно буду расшифровывать, как природа и место человека во вселенной. конечно, то, что я называю мыслью, связано с тем, что такое человек. Нечто загадочное и остающееся загадочное. Загадочное. Мы не разгадаем эту загадку, но повозившись с ней, с этой загадкой, мы кое-что узнаем и кое-что поймем. Ну, зададим себе один простой вопрос. Вот я говорил, упоминал словосочетание «неизвестная Родина». Вот в связи с этим ощущением, которое я теперь назвал ощущением непонятности, непонятной обреченности всего высокого и доблестного, мы ощущаем всегда какую-то ностальгическую отстраненность от того, где мы родились, где мы живем, с кем мы связаны, от нашей страны, от нашей Родины, от нашей географии, от наших нравов и обычаев. вот эту ностальгическую отстраненность, за которой стоит ощущение и отблеск неизвестный, непонятный, но отблеск чего-то другого, что-то другое, неизвестное, но что-то другое, это и есть первый отблеск мыслей. Вот в этой форме впервые является мысль, не имеющая пока никакого содержания, никакого контура, никакого облика, никакого предмета. кто-нибудь из вас может сказать, что у него не было этого ощущения? Только тот, у которого он был, но он его забыл или закопал. Закопал, но не быть оно не могло. настолько прочно оно находится в конституции человека. А почему оно находится в конституции человека? Одну простую причину мы хотим. Мы хотим единственного жить. Жить хотим. А жить это очень странная вещь, если подумать. как это сейчас выразить так, чтобы не было бы слишком ученых. Я все равно не буду употреблять никаких специальных терминов, но какая-то ученых все равно может прокраситься в то, что я скажу. Понимаете, в жизни есть нечто такое, что о чем никогда нельзя сказать вот здесь, то есть точечно. скажем так, вот часы. Я их, скажем, ученых локализовал. Вот часы. А про жизнь никогда нельзя сказать. Так, потому что жизнь это всегда что-то еще. Жизнь это живое это всегда еще. То есть ты не можешь ухватить жизнь сейчас потому что то, что живо это всегда в следующий момент. Иначе оно не было бы живым. Повторяю, живое отличается тем, что ты не можешь ухватить его в данный момент, поскольку оно по определению по существу своему, если оно живо, оно всегда в следующий момент. Понимаете? Оно как бы расширительно. И вне этого расширения жизни вы не можете ухватить жизнь. Почти любое другое явление можно ухватить точечно. А жизнь нельзя. Вот вы видите жизнь в точке А и когда вы ее определяете в точке А, вы ее определяете так, что она уже в точке Б, в следующей точке была. Если она жива. Вот что значит мы хотим жить. То есть мы хотим занимать еще точке пространства и время. Хотя нам может казаться, что мы хотим другого. Мы хотим заниматься еще точке пространства и время, то есть восполнять себя и дополняться, тем, например, в том числе тем, чего мы не можем сами, а считать, что мы любим Нану. предмет, наделенный определенными качествами и в силу этих качеств вызвавши наше движение и наше стремление. Хотя в действительности наше движение и стремление вызвано расширительной силой жизни. Вот уже одно из мест, где уместно начать мыслить, то есть отличить что и почему ты любишь. Любишь ли ты Нану потому, что у нее голубые глаза или ты любишь ее потому, что ты расширяешься. И судьбы, то есть линия судьб будет весьма различная от того, что и как ты поймешь. это ясно этот маленький пример? Значит, что пока мы завоевали? Мы завоевали следующее развлечение между реальностью и представлением. Я тем самым ввел уже понятие. на нас голубыми глазами, любимая мною, потому, что у нее голубые глаза и так далее, что она вверх совершенствует и так далее. Это представление, а реальность, причем та, которая скажет свое слово, потому, что свое слово в нашей судьбе скажет именно реальность. она наложит отпечаток на контур наших взаимоотношений, а реальность это нечто другое. Другое. Но простите, другое, слово другое уже фигурировало уже где-то в самом начале того, что я говорил. Помните, я сказал, что нас охватывает ностальгия. Мы отстранены от окружающих нас людей, от родины, от страны, от нравов и обычаях, и что-то какое-то неизвестное другое манит нас и вызывает нас тоску. Вот оказывается, что первоначальной формой другого является вот это абстрактное другое. Не то, которое мы на втором шагу различили, а то, которое в первоюношеской тоске выступило, еще невнятной, которую мы забудем, она закроется, мы ее будем потом, мы ее потом вспомним. Мы ее вспомним тогда, когда различим, потому что нам долго будет казаться, что именно качества наны являются предметом вызывающим любовь. Нам долго это будет казаться. И мы еще по очень крутой орбите будем возвращаться в первоначально юношеской тоске, тоске другого мира. Поэтому, собственно говоря, мышление у Платона называется словом каким? Ну как? А? Вспомнить. Вспомнить. Вспомнить, какая же потом понадобится? Вспомнить. Уже оказывается, вот уже было. Уже было. Поэтому такого рода вещи закреплены в легендах человечества, закреплены как воспоминания о золотом рае. Причем это могло и не быть реально, ведь с юношеской, у юноши, у которого первоначальная тоска другого, это другое с ним реально ведь не случилось. Все это могло реально не случиться. и поэтому Пруст говорит так, все из его путешествия есть путешествие к потерянному раю. Но в одном месте он говорит так, к раю есть путешествие. Но в одном месте он говорит так, всякий рай есть потерянный рай. То есть рай, которого никогда не было. рай, которого никогда не было. Это странное парадоксальное зачитание. Ты ищешь рай, которого никогда не было, но ищешь его. Вот этого другого никогда не было, но ты его ищешь. И это реальная сила. И реальный предмет вспоминания. А почему это нужно вспомнить? Кроме всего прочего, потому что в этом воспоминания и заложено развлечение. Иначе нам недоступное между реальностью и представлением. Понимаете? Иначе нам само различие между реальностью и представлением ниоткуда не может прийти. И понимаете? Вот сейчас я трудную фразу скажу, может я надеюсь вы мне напомните в следующий раз, я надеюсь его иными путями расшифровать, оно действительно сложно, хотя кажется простым, но понять его до конца сложно. Ни из какой совокупности опыта не вытекает, нельзя вывести различие между реальностью и представлением о ней. Что есть одно дело представление, а другое дело реальность. И что реальность отличается от представления. Всякая реальность нам дана представлением о ней. И сама мысль о том, что есть реальность и представление о ней и одно отлично от другого, ниоткуда нам не может быть получено. Ну откуда-то приходит. Вот я говорил об одном из пути, откуда к нам это нам приходит. Давайте на этом кончим. Чтобы вы подумали над этой последней штукой сами уже на досуге, я сейчас просто отвлекаюсь от моей лекции. один вам такой пример приведу. Пример такого косвенного взгляда. под предсажившись этого предсаживания есть например сон приводил анрифу ангаре. То есть воздействие, на котором живут одноплоскостные существа, они активируются на этом поле существует. Движутся таким образом, что меры, последствия которых они измеряют своими движениями в какой-то воздействии, сами сокращаются по мере движения, по мере движения. поскольку эти меры сокращаются, мы будем учить об этом, сами существа сокращаются, они никогда этой точки не достигнут, заменить эту точку словом «реальность», они никогда к этой реальности не прийдут. или представлений бесконечности. В одном месте автор описывающий это говорит, одному умному человеку пришла в голову мысль «спросите, это же одно измерение, давайте посмотрим сбоку, если любви измерили, то пошло ли так?» И вот это связано к тому, что я говорю, этот человек, который так посмотрел, выгод копеен, потому что отсюда здесь ничего нет, что можно так посмотреть, откуда этот взгляд может взяться? откуда другой взгляд сбоку, чтобы увидеть, что это плоскость или одномерная линия, откуда этот взгляд оттанк, не ничего этого может взяться? Нет, откуда ему появиться. Здесь даже понятия не может появиться, что есть реальность, что это конечная вещь, а не конечность, а не бесконечность. А тот, кто так посмотрел, тот, тот первый, только ему вот здесь неоткуда появиться. На запуску вам подумайте. Вот так и будет вводиться, ну простейший что ли образом, когда начинают люди мыслить, вводятся философские представления. Потом они сокращаются, все промежуточные способы введения опускаются и начинают объявить уже словами реальность, представление, конечность, бесконечность. И вы, показываясь перед текстом, имеете там только эти слова и уже ничего понять не возможно.